МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельская БЧ святкует перемогу. В чемпионате Беларуси по мини-футболе вызначили у ладальника кубка. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Православные верники у всего света рыхтуются до святкования колядов. Сегодня, Кутя, Пошний день перед одной из головных церковных урошистостей у христианского календарного года. Это час покаяния и взмолвленные под рыхтовки до свята. А так само день особливо строгого апостола. По традиции он завершается с озявлением на небе первой зорки, яка обвешает всему свету обнаражение Сына Божьего. С этого момента и начинается святкование колядов. Во всех беларуских храмах вылушены годины для споведи. У вечера пошнутся вся ношные дбанни, а полноши – первые колядные литургии. У Петропавловским кафедральным соборы я ее назначалить архиепископ Гомельский Жлобинский Стяфан. Дараши сегодня владыка с доброченным визитом наведал Центральную городскую детскую поликлинику в Гомеле. И он сустраився с кераунистовым и персоналом установы, а так само маленькими пациентами. Поменьшовал всех с надыходящим святом, подаровал солодкие подарунки и не только. С подробностями яугинник ухаронок. У Гомельская центральная городская детская поликлиника самая буйная у областных центров. На медицинском обслуговании тут находится около 19 тысяч детей. У всех этажей хоры ближайших микрорайонов. Вылучается установа так само и своим отделением медицинской реабилитации и физиотерапии. Праца кабинета для учебной физкультуры расписана по годинах. Ведутся как индивидуальные занятки, так и групповые. Кожный день урачи и реабилитологи принимают тут десятки маленьких пациентов. Наша клиника пользуется большой популярностью. У нас работают самые лучшие специалисты в нашем городе. Мы стараемся, работаем над этим вопросом. И, конечно же, родители нам доверяют самое дорогое, что у них есть. Это здоровье своих деток. Мы с удовольствием принимаем всех детей и стараемся оказать максимальную помощь. Доброченный визит архиепископа Гомельского и Жлобинского стяфана чекали с нетерпением. Супрационерство поликлиники с епархией одет цепленное. Сустречена перед дни свято и навод без нагоды. Уже традиция. Господь говорит еще на писании «Вера без добрых дел мертва есть». Поэтому надо спешить делать добро. И вот мы всегда приходим к деткам, к врачам, чтобы поздравить их с наступающим Брестом Христом. Пожелать крепкого здоровья, чтобы не болели. А врачам я всегда желаю, чтобы был мир на их душе, любовь. И чтобы поменьше было в их пациентах. Чтобы были здоровые дети. Чтобы наша нация была прекрасная, здоровая, богатая, счастливая и жила в мире. До надыходящих коляда у Гомельской епархии подаровала поликлинице специнвентар для кабинета реабилитации. Два массажные переносные столы, которые могут выкорастовываться не только в установе, а и за ее межами. Теперь послуги дома для особо тяжких пациентов будут еще больше доступными и якостными. Мы очень благодарны владыке, потому что подаренный инвентарь расширяет перед нами все возможности. Это то оборудование, которое позволит оказывать реабилитационную помощь не только в условиях поликлиники, но и это очень важно в условиях домашних. Потому что не каждая мама со своим ребенком может прийти. Большую степень это касается детей-инвалидов. Это важно для них получить адекватную помощь. У гэта перед святочный день без уваги не застались и маленькие пациенты, які подчас визиту шановных гостей находились в поликлинице. Для их были подрихтованы солодкие подарунки. Евгений Кухаронак, Сергей Лукашук, телерадо и компания «Гомель». Сегодня около одну ночь громадский транспорт будет працевать до половы шатвертой годины ранецы. В изменении графика закранусь шесть маршрутов. У приватности три троллейбусных, номер 5, 20 и 21. А так само три автобусных, номер 12, 17 и 18А. Об усих подробностях можно доведаться на сайте предприемства «Гомель Абл Пассажир Транс» альбоп раз мобильный додаток «Транспорт Бай». Семого студеня областным громадско-культурным центром отбудется юбилейный колядный концерт. Ей на распашнейших мероприемствах, присвешенных знаковым датам. 95-й годзю с дня утворения и 30-й годзю с дня одражения Гомельской епархии. Початок концерта в 17.45. За семейный капитал с этого года можно будет будовать жилье. Шмодетные семьи, которые имеют потребу для обеспечения жильевых умов и стоят на ответственном улении, смогут до терминового скоростаться капиталом. Одна из причин, по которой они часто не сгаджаются на жильевое будовництво, отсутствие сроков на погашение кредита на так званые лишние метры. А сейчас на эти меты можно будет тратить семейный капитал. Таким чином, колькость шмодетных семей, которые ранее не могли вырошить, жильевые пытания повинно снизиться. В 2018 году для этой категории громадян побудовали омаль 1800 кватер. В 2019 году свыше 2000. Столько ж плануетесь о летом. Зусим худка новоселами дома на Гомельской улице Оськина станет шмодетная семья Балдовских. Вольга Дареша не шакала, что от момента постановки на улик до пропановых кватер пройдет так мало часу. Яна так сама сподиется на семейный капитал. Кредитных сроков на весь коз жилья не хопить. Предложили несколько вариантов. Ей был выбор, из чего выбрать. И мы выбрали этот дом наш. Потому что мы вообще сами живем в Новобелеце, любим наш район. И поэтому предпочли, конечно же, остаться все же здесь, в собственном жилье, которое будет в этом же районе. Домы для шмодетных будуются у Гомеля и каждом райцентре. У сельской мясовости есть вариант полепши жильевые умовы не только шляхом индивидуального будовництва, а и покупкой нерухомости на другом рынке. Пропрацовываются пытания и предоставление жилья с фонду коммунальной майомости. Шмодетные семьи сельских населенных пунктов могут удельничать у будовництву кватер у райцентрах. На предприемстве Гомель-шпалеры запустили новую очищальную систему для линии вытворчасти виниловых шпалер. Миновито за этой технологией завод перевысил норму допушальных выкидов у атмосферу. В вынику работы уголовного цеха пропынили. Теперь, после выправления помылок, вытворчасть рыхтуется выйти на проектную могутность. Это степля по мерам вагончик, которые оснащены складанной техникой, по великим рахунку и вырешить проблему Гомельской шпалерной фабрики. Автоматизованная плазменная установка, четыре сучастных модуля очистки, працуют круглосуточно. Пакуль, правда, в выпребывальном режиме. Выхлопы, которые раньше выбрасывались в виде продуктов сжигания, попадали в атмосферу. Сейчас они улавливаются на фильтрах. Мы видим полное отсутствие дыма, в том числе и из факела. Мы не наблюдаем запаха. Гистория почалась с запуску сучасных линий виниловых шпалер. Пакуль новый ассортимент радовал покупников, выкиды перевышали норму. Пытания об неприемном паху узняли же Хары Гомеля у минулого года подчас акции «Пытания президенту». Жорсткое доручение разобраться запустило уход працу и экологов, и промысловцев. Пока не чувствуется, может, и временно. Пока же еще где-то в каком-то месте, может, когда появится. На предприемстве чекали, что новая система очистки спрацуя и худко, и эффективно. До того же обсталявание кыштовало относно недорого. И при этом было больше экономичным у эксплуатации, чем ранейшие котлы-утилизаторы. Фабрика прошла экологичную экспертизу, отрымала становчие заключения и дозвол на проведение пусконаладочных работ. Если ранее установка газоочистительная давала выбросы порядка чуть более 60 тонн в год, то нынешняя установка она, скажем так, гораздо более жестко очищает. И в результате выбросы в атмосферу снизились до 22,5 тонн в год. То есть почти в три раза. У цехи, которые еще вчера простоевали, теперь поступово вертается жить все. Больше 300 вариантов дизайна шпалер и десятки краин, которые ожидают набыть белорусский товар. Вядома, выход на рынок не будет простым, а леголовное, что процесс пошел. Тем более, что до середины года тут собираются представить новинки. Момент простой, естественно, мы рабочих печатников с этого участка не сокращали. Мы их перевели на участок бумажных обоев, где они выпускали обои другого ассортимента. Сегодня они возвращены назад на этот участок и, собственно, приступают к своей основной работе. До конца студеня экологи будут протягивать, сочить за выкидами кропку. У этой истории поставить выниковые замеры. Если претензий по-ранейшему не будет, завод сможет выйти на проектную могутность уже в наступном месяце. Наталья Капрыленко, телерадио компания «Гомель». Комфортно и сучасно. У Хойницкой больницы глобальная модернизация, и она различная на три года. Все лето работы завершится в терапевтичном корпусе, в наступном годе в хирургичном, а последним этапом станет доброе порадкование территории. Марина Джала с подробностями. В 7-й палате терапевтичного корпуса Анатоль Шульха читает знакомитый роман Джулия Верна «15-годовый капитан». Для нового великого окна светло, от батареи тепло. Мебель тут поколь старая, але и ее худко заменять. Уже купили и вось-вось поставить. 75-годовый мужчина в медустанову на этот раз трапил захворюванием бронхов. А так он тут постоянный пациент. Кажет, что як было до ремонту и як стало зараз небыто две розные больницы. Здесь сейчас стало совсем по-другому. Светло, тепло, уютно и совсем, совсем, совсем другое. У старого, хотя это одно и то самое помещение, но сделан капитальный ремонт. Отлично. Это я не знаю, кто делает. Гомельские, наверное, только не Хойницкий, я знаю. И молодцы сделали прекрасно. Всем даже нравится все говорили, что очень-очень. Виктор Демьяненко долго в палате усидеть не может. Любит свободный от процедур час бавить вот тут, каля елки и импровизованного камина. Трапил сюда за низкого гемоглобина. Зараз обследуется. Левш каже, сидел бы дома с женкой, але и в больнице догляд, что треба. А с новым ремонтом стало еще и вельми утульно. Как настроение? Нормальное, кормят, что положено. Медсестры ухаживают. У нас четыре человека в палате. Капитального ремонта Хойницкая центральная районная больница чекала давно. Его не было с момента будовництва. И, нарешті, летось приступили до модернизации. Почали с терапевтичного корпуса. З областного бюджету на ремонт и медицинское обсталявание выделили каля полутора миллионов рублей. Заменили коммуникации. В окна, двери, в уголе новым стало все. От подлоги до столи. Что до обсталявания, то з'явились хоп. Худка у сё гэта усталюють у кабинетах. Так само в 2019-м купили автомобиль худкой допомоги. В этом году набудут яши один. На протяге модернизации терапии сё лето выделкуют яши прикладно два миллиона. Стало теплее. Мы поменяли систему отопления, систему водоснабжения, канализацию, соответственно. Утеплили стены, поменяли стяжку, сделали новые подвесные потолки. Стало очень комфортно, тепло повысилась шумоизоляция, пациентам очень комфортно. Зараз, как каже депутат палаты представников национального схода Республики Беларусь Жанна-Чарнявская, треба будет задуматься об удовнестве у райцентра бассейна. Это и здоровый ладжиття, и спорт, и способ добрый и с корыстью проводить вольный час. Для спочатку необходимо завершить работы в больнице. Капитальный ремонт установы в планах развития социальной сферы Хойников стоял на перших позициях. Остатние объекты у основным приведены у належный стан. Меня очень радует, что в 2019 году в нашу Хойниковскую больницу пришел ремонт, потому что уже долгое время таких капитальных реконструкций и ремонтов не было. И, вы знаете, это настолько радостно, потому что все-таки новая обстановка ремонта, мебель, оборудование, которое пришло в нашу больницу, показывает, что сегодня людям очень удобно, комфортно. Есть новое оборудование, благодаря которому мы можем обследовать людей. Все лето начнется ремонт хирургичного корпуса. В наступном году его плануют завершить. Среди выделить по так званой чернобыльской программе. А затем тут снесут некоторые непотребные будинки и приступят до опошенной стадии модернизации, доброго упорядкования территории. Заявятся зоны для отпочинку с лавочками, специальным освещением и пригожими клумбами. Марина Джала, Игорь Маришенко, телерадуя компания «Гомель» Сухонников. Фликеры за мест проездного. Гомельские школьники по часу новогодних каникул могут бесплатно ездить в маршрутных такси. Для этого юным пассажирам необходимо предъявить водителю светлоотбивальный элемент. Он промоцовывается до одежения и делает дитя прикметным вечерним час суток. В акции берутся дел только в ушнем молодших классах. инициатива Держа Аутоинспекции. Ее дарыши поднимали все городские перевозчики и водители экспресс-такси. Для профилактики детского транспортного травматизма всегда ищем новые методы и подходы чтобы профилактировать ДТП с участием деток, чтобы дети не получали ни травм. Это как один из методов предотвратить транспортное происшествие с участием детей. Компания будет продолжаться до 11-го студения. Это один из методов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. В ближайший час до ее долучатся речицы и рогачоу. До речи в Гомельской области в минулом году за отсутность светлоотбивальных элементов до администрационной отказности протягнули около 10 тысяч удельников дорожного руха. С метров земных и часовых выстава археологичных артефактов из разных районов Гомельщины открылась у Палаца Румянцевых и Паскевичев. Докранулась до истории наш корреспондент Ганна Корольчук. До векового юбилея музея отдела археологии и аховых историко-культурной спадшины вырышил першиню собрать в одном месте самые интересные находки прошлого года из всей области. Инициативу поднимали около 10 доследчиков из Института истории академии наук Беларуси Державного Оксама на выставе представлены выники пошуковых работ музея Палаца Румянцевых и Паскевичев. Их фактически никто никогда не видел и они лежали в запасниках у исследователей и большинство за редким исключением нескольких предметов они экспонируются впервые и это все новейшие результаты за последние 5-7 лет. Наверное самый удивительный и фактически единственный в своем роде который не находит прямых аналогий это кремниевый кинжал шлифованный кремниевый кинжал относится он к периоду Бронзового века это раскопки Николая Николаевича Кривальцевича это Академия наук Больше за 10 археологичных помников и коля 300 экспонатов Наведвальники убачат знаходки каменного и бронзового веков раннего Железного века раннеславянского и старожитно-русского периода эпохи Великого Княства Литовского и Речи Посполитой Упрыгажение посуд, сброя и пролады працы скаменя, глины и колеровых металлов В экспозиции представлены знаходки с Гомеля Мухова, Юрович, Лоева Нижние Олбы Горошкова и инших мест в Гомельщине Дарычи коля везки новоселки Ветковского района были знайдены кремниевые пролады якие датуются прикладно 30 тысячами годов до нашей эры что значно ранее чем вядомая зараз первая стенка людей у Юровичах кто ведет какие открытия шеутойваются у нетрах земли головное что молодые доследчики полные ожидания их знайсти Начала с первого курса ездить очень-очень понравилось и решила ездить постоянно езжу уже 4 года участвовала в нескольких экспедициях в том числе с Гомельским университетом вообще я много чего находила но вот знаете самое-самое еще не нашла пока только такое керамика осколочки чего-нибудь 10-11 век и палеолит верхний палеолит мечтаю найти какое-нибудь украшение тоже 10-11 века я пишу по нему курсовую поэтому мне очень интересно будет именно найти Убачить археологичные артефакты у Палацы Румянцев и Паскевича можно будет до 15-го соковика Ганна Корольчук Игорь Марышченко телерадиокомпания Гомель БЧ уладальник Кубка Беларуси по мини-футболе у финале який прошел Гомель и че гуношники были мощнейшие загульцов столицы Кубок Беларуси спрашивался Финал отрымался складанным для обеденных команд первый мяч был забитый на 14-й хвилине отличился Жарыков однако на жаль для болельщиков який целиком заполнили спорткомплекс лакоматы у голевых день у матча больше не было и тем не менее для большинства из них выник радостный 1-0 минимальная перемога БЧ и другий Кубок Беларуси в истории первый был завоеванный в 2014 году и на проконце выпуска об надворье зима по раннейшему не спешается на этом тыдне температура знов будет выше за климатичную норму завтра 7-го студене слупок термометра зафиксует от минус 2 до нуля местами на территории региона махшимы слабый туман в Сираду характер на дворье истотно не изменится а в четверый пятницу махшимы невеликие опадки в выгляде дожжу и мокрого снегу температура поветра при этом будет складать уйденный час от 3 до 5 градусов за знакой плюс эти и другие новины вы можете узнать на нашем сайте интернет по адресу www.cvrgomil.by на этом выпуске завершенный дякую за увагу до встречи в эфире МОТОenos ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА